ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Между правительством Казахстана и Национальной палатой Атамикен достигнута очень высокая степень взаимодействия, заявил Тимур Кулебаев. Привлечь к ответственности руководителей единого накопительного пенсионного фонда за непродуманную инвестиционную политику предлагают депутаты. Такую инициативу на неделю озвучил мажористмен Азад Перуашев. По его мнению, фонд вкладывает деньги в сомнительные проекты и ценные бумаги банков с низкими рейтингами, что может угрожать сохранности накоплений казахстанцев. В частности, депутатов фракции Ахжол возмущает непродуманная, по их мнению, инвестиционная политика ИНПФ. Азад Перуашев даже назвал халатностью решение вложить пенсионные 70 миллиардов тенге в Банк Азербайджана, который оказался на грани краха. Что это за инвестиционная политика, которая не поддерживает реальную экономику и заведомо рискует пенсионными накоплениями? И вопрос уже не на указанном Азербайджанском банке, даже если он, как сообщают СМИ, намерен вернуть вложение ИНПФ. Более чем показательна сама тенденция разбазаривания и заведомого выбрасывания в трубу пенсионных накоплений наших граждан. По мнению Можилисмена, фактов неправильного вложения средств в фондов в сомнительные проекты предостаточно. За такое отношение к накоплениям казахстанцев нужно привлечь к ответственности руководство ИНПФ, считает Азад Перуашев. Сегодня ИНПФ продолжает держать сотни миллиардов тенге в ценных бумагах и на депозитах других банков, которые имеют крайне низкие рейтинги с негативным прогнозом. Налицо систематическое пренебрежение интересов и вкладчиков и полная некомпетентность. В этой связи фракция Ахжол предлагает, первое, принять к ответственности должностные лица ИНПФ, принимавшие решение об инвестировании средств в указанный банк. Куда инвестировать деньги, решает Совет, и мы получаем информацию от них. Наша основная задача – передача пенсионных накоплений каждому вкладчику, когда он выйдет на пенсию. Между тем, по данным депутата фракции Ахжол, в 2016 году на депозитах банков с самым низким рейтингом B- хранилось 161 миллиард тенге пенсионных накоплений. А самым высоким рейтингом B-B 79 миллиардов, то есть в два раза меньше. В ценных бумагах банков вообще не имеющих рейтингов хранится 61 миллиард, а самым высоким рейтингом A-A-A только 983 миллиона, то есть в 65 раз меньше. В свою очередь председатель правления Единого накопительного пенсионного фонда Нурбаби Наурзбаева буквально через день прокомментировала ситуацию с инвестированием пенсионных средств в облигации проблемного Международного банка Азербайджана. Фактически она сложила ответственность стоп-менеджеров и НПФ. Отвечая на вопросы в ходе интернет-конференции на портале TNG News, Наурзбаева отметила, что управление пенсионными активами осуществляет Национальный банк. Поэтому за подробной информацией по данному вопросу она порекомендовала обращаться в финансовый регулятор. В соответствии со статьей 35 закону о пенсионном обеспечении в Республике Казахстан, инвестиционное управление пенсионными активами Единого накопительного пенсионного фонда осуществляет Национальный банк. Соответственно, совет директоров, правления и НПФ не участвуют в принятии решений по инвестиционному управлению пенсионными активами, не принимают решений по покупке и продаже финансовых инструментов за счет пенсионных активов. Между тем, бесполезными назвал деньги квази-государственного сектора депутат Мажриса Нуртай Сабельянов. В ходе презентации отчета об исполнении республиканского бюджета в четверг он выразил возмущение по поводу формирования уставного капитала квази-государственного сектора. По его словам, компании, забирая деньги, не направляют их на развитие экономики страны и тем самым не выполняют планы. В итоге миллиарды тенге лежат на счетах неиспользованными. В 2016 году на формирование уставного капитала квази-государственного сектора было потрачено 323 миллиарда тенге. При этом у них есть большой остаток, почти 110 миллиардов. Почему у нас неправильное планирование? И деньги, к примеру, мы могли бы потратить на водоснабжение населенных пунктов. Но мы им даем средства, а они не реализуют их. Произошло из-за того, что мы ввели для квази-государственного сектора те же правила, как и для государственного сектора. Ввели в бюджетном законодательстве такую норму, что на них также те же требования распространяются. На казначейском счете они не могут быть использованы, пока не будут акты выполненных, работы предоставлены. Казахстан, как известно, занимает лидирующую позицию по добыче урана. И сегодня в республике намерены запустить полный цикл ядерно-топливного производства. Более подробно в материале нашего корреспондента. Лидер, способный влиять на мировые цены. В данном случае это про Казахстан. Падение цены на уран за последние годы достигло уровня 2012 года, что в свою очередь вызвало необходимость снижения его добычи. Министр Бузумбаев отмечает, сегодня на мировом урановом рынке наблюдается рост предложений. В прошлом году цена на природный уран значительно снизилась. За год цена упала на 40%. Из-за возникшей ситуации на мировом рынке было принято решение в январе 2017 года о сокращении производства урана на 10%, то есть до 22 тысяч тонн. Это составляет 3% мирового рынка. Благодаря этому решению цена на мировом рынке на уран выросла на 20%. Из лидера по запасам и добыче урана Казахстан планирует выйти в лидеры по промышленности. Ставку делают на выстраивание полного цикла ядерно-топленного производства. А потому вполне очевиден и запуск афинажного завода. Элементов недостающих как раз у нас всего несколько было. Это последняя сборка топливных таблеток, то, что мы с китайской компанией строим. Обогащения у нас элемента не было. Мы с Российской Федерацией можем обогащать на их территории, на их мощностях. Ну и теперь афинаж. Афинаж, значит, в этом году компания Казатомпром завершит ТЭО. По результатам ТЭО будет принято решение о строительстве или не строительстве этого завода. Озвучена и дата ввода банка низкообогащенного урана. Уникальный проект запустят в августе этого года. Аналогов ему пока нет. Я знаю, что среди населения бытует такое понимание, что, значит, вот что-то сюда везут, какие-то отходы там и так далее, и так далее. Это все неправда, это все слухи. Кроме того, я хочу сказать, что на УМЗ во время Советского Союза складирование аналогичной продукции составляло до тысячи тонн. Сейчас к нам привезут 90 тонн. Это емкости определенные, которые абсолютно безопасны. Они будут складироваться в особом помещении. И поэтому все условия безопасности будут соблюдаться. Тем более мониторинг будет вести МАГАТЭ. Казахстан на мировом рынке является основным поставщиком урана. А теперь, пожалуй, станет и главным хранилищем низкообогащенного урана для стран-членов МАГАТЭ. На Ульбинском металлургическом заводе предусмотрено для этого самое высокотехнологичное производство. Актуальные вопросы современной энергетической отрасли обсудят на министерской конференции и восьмом международном форуме по энергетике, который пройдет в рамках экспо с 11 по 14 июня. Более того, они станут первыми и наиболее значимыми событиями выставки. Об этом во вторник на брифинге ВСЦК заявил председатель ассоциации Казэнерджи Булат Акчулаков. По его словам, мероприятие посетят делегации более 50 стран, а пройдет оно под эгидой пяти региональных комиссий ООН. Ожидается также участие 20 министров и вице-министров энергетики разных стран. Они уже подтвердили свое участие. Тематика разделена на четыре части. Первая – это тематика посвящена возобновляемым источникам энергии. Вторая – посвящена энергоэффективности. Третья – ископаемому топливу. И четвертая – уже идет вопрос о региональном сотрудничестве. На нынешнем этапе и в обозримом будущем, конечно, нам нужно сфокусироваться на поиске правильного баланса. Сокращать или нет добычу нефти? С этой дилеммой столкнулись сегодня практически все нефтедобывающие страны. И Казахстан в том числе. Тем временем, картели ОПЕК усомнились в достоверности данных о добыче нефти в Казахстане. Мы решили поговорить на эту тему с известным экспертом в нефтегазовой отрасли Сергеем Смирновым. Сергей Леонидович, спасибо, что согласились принять участие в нашей программе. Скажите, пожалуйста, буквально недавно члены картели ОПЕК заявили, что сомневаются в достоверности данных о добыче нефти в Казахстане. Что вы думаете по этому поводу? Ну, это их право. Казахстан может также сомневаться и во объемах добычи в странах ОПЕК. Сергей Леонидович, Казахстан присоединился к соглашению о сокращении добычи нефти, как известно, в начале года. Но, тем не менее, Министерство энергетики заявляет о том, что будет наращивать добычу на новых месторождениях, на том же Хашагане и так далее. Что вы думаете по этому поводу? Стоит ли нам сейчас увеличивать добычу нефти, чтобы насыщать рынок и влиять на ценообразование? Ну, у нас увеличивает объемы добычи не с целью насыщать рынок, а чтобы получить больше дохода для бюджета. Поскольку цены пока невысокие, вот сейчас 53 доллара за баррель, то, естественно, чтобы сократить дефицит бюджета, необходимо увеличивать объемы добычи, что у нас и происходит. А те обсуждения, которые сейчас происходят между картелем ОПЕК и другими нефтедобывающими странами по поводу сокращения добычи нефти, как вы считаете, могут ли они повлиять на Казахстан, на Россию и другие страны с тем, чтобы сократить добычу и как-то попытаться поднять цены? Если посмотреть на результаты действующего до сих пор соглашения полугодового, то мы видим, что цены повысились, но незначительно. Они максимум, насколько я помню, там где-то было около 57 долларов за баррель цена поднялась. Потом она периодически падала, потом немножко поднималась. И это, естественно, позволило странам-экспортерам несколько увеличить доходы в бюджет при сокращении добычи нефти. Если что касается Казахстана, то у него были совершенно небольшие объемы сокращения добычи и происходили они на старых месторождениях, на которых себестоимость очень высокая. Где-то там около 80, а то, может быть, и даже и выше долларов за баррель. Сергей Леонидович, скажите, пожалуйста, в нынешних условиях Казахстану выгоднее сокращать добычу или наоборот наращивать? Ну, тут надо, смотря откуда посмотреть. Если смотреть с точки зрения интересов самого Казахстана, то ему надо наращивать, чтобы получать больше доходов в бюджет. С другой точки зрения, с точки зрения на мировой рынок, то необходимо сокращение объемов добычи, чтобы повысить котировки барреля. Но Казахстан экспортирует на мировой рынок всего где-то около 60 миллионов тонн сырой нефти. Поэтому его влияние на мировые цены с этой точки зрения незначительное. Но оно все-таки есть, раз ОПЕК просит сократить добычу? Или нет? Нет, у нас оно чисто символическое. Это вот, по крайней мере, то, что было. Сокращение там, я не помню сколько, там, по-моему, 200 тысяч баррелей всего-навсего. И оно абсолютно не влияет. Если мы посмотрим, что там добывают миллионами тонн. Миллионами баррелей в день, то Казахстан там, это капля в море. Скажите, пожалуйста, вот сейчас идут переговоры картеля ОПЕК и с Россией в том числе. Буквально недавно президент России Владимир Путин заявлял, что соглашение о сокращении добычи может быть продлено до весны 2018 года. Насколько это реально, на ваш взгляд? И насколько это повлияет на ценообразование на нефтяном рынке, на котировки барреля? Ну, тут надо смотреть не столько на срок действия, сколько на объемы, на которые будет подписано это соглашение. Эти объемы пока не озвучиваются. Скорее всего, договоренность об этом будет достигаться в ходе переговоров, которые будут происходить 25 мая. И тогда уже можно как-то более-менее прогнозировать. А пока никаких данных нету, на какие объемы будут производиться сокращения, то прогнозировать очень сложно, практически невозможно. А вот глава Роснефти Игорь Сечин заявил в интервью с журналистом, что Россия попытается составить это соглашение таким образом, чтобы в последующем безболезненно выйти из него. Как вы думаете, что это означает? Нет, ну дело в том, что Минэнерго РФ прогнозирует средний уровень добычи на второе полугодие в размере где-то 11,02 миллиона баррелей в день. Что на 75 тысяч баррелей превышает действующие нормы, скажем, в рамках ОПЕК. И это происходит потому, что Россия запланировала разработку новых месторождений в этом году. И согласно планам РФ, уровень добычи нефти должен выйти на уровень 549 миллионов тонн. И насколько придется корректировать эти планы, это будет зависеть от того, на что оно подпишется в рамках соглашения об ограничении добычи. Дело в том, что в прошлом году оно подписывало, в принципе, без проблем, поскольку в первом полугодии в России идут профилактические ремонты на скважинах и на месторождениях. Поэтому там идет падение добычи, плановое. И даже если бы там Россия в прошлом году не подписала сокращение, все равно бы там объемы добычи снижались. Во втором полугодии, это касается не только этого года, но и предыдущих, и очевидно будущих, идет всегда в России увеличение объемов добычи. Что вот мы наблюдаем по планам России на текущий год. И если будет подписываться на соглашение об ограничении добычи с ОПЕК, то это приведет к пересмотру планов по увеличению добычи России. И я еще раз повторюсь, на какие объемы она решится, тут сейчас прогнозировать просто невозможно. Не зря же министр энергетики России Новак после предыдущей встречи с министром по нефти Саудовской Аравии заявил, что он сначала проконсультируется с ведущими нефтекомпаниями российскими, а потом вернется к вопросу о сокращении добычи в России. О чем он договорился, он пока с главой министр компании в России, пока неизвестно, но очевидно о чем он договорился, раз он сказал, что Россия поддержит пролонгирование соглашения о сокращении добычи. Но на каких объемах? И пока увидим только, очевидно, после подписания соглашения. Сергей Леонидович, какова вероятность того, что картель ОПЕК после завершения переговоров с Россией и подписания конкретного какого-то соглашения не обратится с таким же предложением о пролонгировании соглашения к Казахстану и к другим нефтедобывающим странам? Нет, но он, естественно, обратится, потому что чем больше подписантов, тем больше будет, так сказать. Но если не физически, то хотя бы моральный вес у этого соглашения. Потому что, как я говорил, что Казахстан по сравнению с объемами добычи ОПЕК, он игрок очень незначительный. И влиять на мировые цены просто не может за своими объемами добычи. На Ваш взгляд, на каких условиях Казахстан может пролонгировать соглашение и присоединиться к соглашению о сокращении добычи на последующий период? Я думаю, что на те же, что и в предыдущем. Объемы будут совершенно небольшие, чисто символические. По крайней мере, по отношению к тем объемам, которые будут подписывать основные нефтеэкспортеры. Еще такой вопрос, Сергей Леонидович. Буквально сегодня появилась информация о том, что спрос на казахстанскую нефть на мировом рынке падает. Уже зафиксировано снижение поставок в Японию, в Китай. И, по-моему, что Вы думаете по этому поводу? Ну, тут, я думаю, что играет роль несколько факторов. Это, во-первых, увеличение объемов добычи сланцевой нефти в Соединенных Штатах. Я напомню, что если в мае прошлого года в Штатах работало 312 боровых установок, то на 12 мая их работало уже 712. То есть увеличилось больше, чем в два раза. Соответственно, выросли объемы добычи и сократились объемы, закупаемые самими Штатами нефти. И вот эти излишние объемы, они пошли уже на другие мировые рынки. Не в Штаты, а в то же, допустим, в Европу и Азию. Соответственно, спрос на казахстанскую нефть будет снижаться, поскольку та же самая арабская нефть, которая, так сказать, изменила вектор своего направления, вектор поставок, она более высокого качества арабская нефть, чем казахстанская. Естественно, спрос на нефть более высокого качества всегда будет выше. И более пока сохраняются еще сравнительно низкие цены. Я имею в виду, у кого сейчас 55-53 доллара за баррель. А что касается подписания соглашения, то даже после подписания, допустим, тот же Bloomberg, опросив ряд ведущих аналитических агентств, пришел к выводу, что цена на нефть не превысит, даже после подписания, ну, средняя цена в текущем году не превысит 57 долларов за баррель. Сергей Леонидович, вот такой вопрос. Пользуясь случаем, Казахстан сможет ли, нарастив добычу в тот период, пока картель ОПЕК сокращает добычу, Казахстан, наоборот, нарастив добычу, занять какую-то нишу на мировом рынке, отвоевать какие-то позиции? Это реально или нет? Нет, это нереально, потому что наши объемы поставок сырой нефти на мировой рынок, это где-то около 6 миллионов тонн всего-навсего, они несравнимы ни с поставками Ирана, ни с поставками, тем более, Саудовской Аравии, ни России. А это основные игроки на мировом рынке, которые могут диктовать цену. Возвращаясь к цене, аналитики прогнозируют, что стоимость барреля все-таки уже останется в этом коридоре, 55, максимум 60 долларов за баррель. Вы согласны с этим утверждением? Да я думаю, до 60, если даже на нее не добежит. Почему? Ну максимум может быть, в лучшем случае 58. Но я говорил, потому что идет конкуренция со сланцевой нефтью в Соединенных Штатах, которые не собираются ее сокращать, и тем более, когда цена вот такая, 55 долларов, она сейчас вполне комфортна для основных месторождений сланцевой нефти в Соединенных Штатах. Что мы видим, по крайней мере, в течение последнего года. Может ли это означать, что эпоха легких денег от нефти заканчивается? Ну я думаю, что да, потому что самые дешевые месторождения уже практически выработаны, и идет освоение шельфовых месторождений, особенно североморских месторождений, я имею в виду российского северного побережья, к примеру, там. Потом идет разработка, пытается разрабатывать в районе Аляски Соединенные Штаты, Трамп снял все ограничения на добычу и разведку в тех регионах. А это все очень затратно, и поэтому потребует очень больших вложений, соответственно, цена будет на нефть расти, но не в ближайшие, по крайней мере, лет 5, это уж точно. Потому что разработка месторождений требует как минимум 10 лет. А если говорить о морских, то еще и больше. Мы это можем наблюдать по нашему кашагану, особенно если такое месторождение попадается очень сложное. А каковы шансы сланцевой добычи потеснить традиционную добычу? Если добыча на сланцевых месторождениях, она по себестоимости все-таки, наверное, ниже, чем на шельфе и в условиях Крайнего Севера. Нет, безусловно, она ниже, но тут надо смотреть, где происходит добыча сланцевой нефти. Мы помним, что там буквально года два назад-три говорили о сланцевой революции, американские сланцевые компании пытались бурить в Европе, это пытаются делать и в Китае. Но практика показала, что самые удачные и комфортные условия для добычи сланцевой нефти – это Соединенные Штаты. Там небольшая глубина залегания, довольно большие запасы, очень хорошо развита инфраструктура, рядом источники воды, а при добыче сланцевой нефти необходимо очень большое количество воды для осуществления гидроразрыва полстов. Допустим, в Европе таких месторождений сколько ни бурили, практически ретабельных месторождений для разработки не обнаружили. В Китае месторождений такие есть, но там другая проблема – районы очень удаленные и безводные. И это там очень удорожает добычу сланцевой нефти. Самое комфортное условие, так уж природа распорядилась, это оказались Соединенные Штаты, которые сейчас и диктуют условия добычи сланцевой нефти и влияют этим на мировой рынок. Но это влияние на мировой рынок, на ваш взгляд, краткосрочное или долгосрочное? Ну, я думаю, лет 10 их, по крайней мере, точно будет влиять. Ну что ж, Сергей Леонидович, спасибо за хорошую беседу. А Томикен и правительство сотрудничают в сфере развития предпринимательства. Об этом было заявлено на расширенном заседании регионального совета предпринимателей Казлардинской области с участием председателя президиума Национальной палаты Тимура Кулибаева. Отмечу, что председатель президиума НПП на неделе посетил западные регионы страны, где провел заседание региональных советов палаты предпринимателей. В ходе встреч были обсуждены наболевшие проблемы местных бизнесменов. Тимур Кулибаев заверил предпринимателей, что все озвученные в ходе встреч трудности и проблемы не останутся без внимания. У нас достигнута очень высокая степень взаимодействия с правительством по всем тем вопросам, которые касаются предпринимательства. Как я уже сказал, это изменения в законодательстве, это и выделение средств по линии предпринимательства. То есть на сегодняшний день Томикен стал таким полноценным партнером правительства в вопросах развития предпринимательства. Наша задача, чтобы мы в ближайшее время те вопросы, которые явно стоят на повестке дня, чтобы мы их снимали. В Казахстане необходимо разработать концепцию развития электронной торговли, принять отраслевой закон и закрепить официального оператора в этом сегменте рынка. Об этом было заявлено на заседании Комитета торговли Национальной палаты от Амикен. В недельный срок члены Комитета представят в Департамент развития малого и среднего бизнеса предложения по концепции. Затем документ направят в Министерство национальной экономики. Онлайн-коммерция сегодня занимает менее процента в доле как оптовых, так и розничных продаж. По информации Палаты предпринимателей, в стране насчитывается порядка 300 активно работающих интернет-магазинов. Принимается очень много разных программ, стимулирующих предпринимательство, но они всегда там упор делаются больше на производство, на промышленность. А торговля всегда остается в стороне, хотя торговля это основной драйвер, это основной двигатель всей экономики, и это здесь же вопрос экономической безопасности страны. Поэтому мы уже в ближайшее время у нас готовы четкие предложения по драфту программы развития торговли, и она будет тоже направлена в Министерство национальной экономики как уполномоченном уровне. На этом у меня все. Увидимся через неделю.